Девушки отдыхают Лерри Мачаидзе Художники, постановщики Шотако Гулашвили, Малхаз Деканоидзе Композитор Яков Вувахидзе Звукооператор Имер Маньчгаладзе В главной роли Марехи Ликокель В ролях Двесико Душашвили Лео Фюрфан Заза Колилишвили Тамар Схертладзе Ирина Гудадзе В фильме использована музыка Шуверта Ирина Гудадзе Ирина Гудадзе Продолжение следует... 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 Давай, не стесняйся. Субтитры добавил DimaTorzok Можете отправляться спать. 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 Отвертка. Что? Отвертка. Конечно, есть. Сейчас мы зажмем. Давай, проверим. Учинилась? Да. Есть что еще чинить? Нет, ничего. Может быть, где-то лампочка перегоревшая? А это ты сможешь починить? А это что? Потихоньку. И что с ним? Не крутится. Не крутится. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 О, кто к нам пожаловал? А я к вам в гости собирался. Вы ведь мне курицу пообещали. Кто обещал? Отец твой. Раз мой отец обещал, пусть сам и зарежет. Ты тоже будешь прохвосткой, как Марта. Не буду. Что ты еще придумал? Первый снег, надо ведь отметить. Ты мужа больше любишь или сына? Ну-ка, прикуси язык. Даже следы от мужских ног в доме – это большое дело, детка. Дом без хозяина – это не дом, поэтому жена всегда должна слушаться мужа. Для женщины нет ничего ценнее, чем уважение и забота мужа. И красота, и здоровье женщины в руках мужчины. На, детка. Ешь. И не смейся. Бедный мой муж. Когда шел в огород, брал меня с собой. Сажал меня в кукурузной посадке. На, детка. Бери. Подходил, окучивал вокруг. Садился на корточки и спрашивал, ну, какой я мужчина. А вечером, когда видели его работу, даже не верили, что все это один человек мог сделать. А я встала бы рядом с ним и тоже окучивала. Мы так тоже пробовали работать. Может, так и сделаешь немного больше, но красота друг друга останется незаметной. А разглядеть красоту друг друга – это самое ценное в отношениях мужа и жены. Бабушка Марта, вы о чем со мной разговариваете? Надо уже с этого возраста знать такие вещи. На, детка, ешь. Меня дрожь пробирает, когда слышу. Помирились, развелись. Постой, детка. Все, готово. Сколько бы дров не сожгли в очаге, если женщина не согреет дом своим теплом, в нем всегда будет холодно. Да, да. Я пойду, бабушка Марта. Хорошо, детка, иди. Уроки, наверное, надо делать. Только арифметика осталась, но ее тоже быстро решу. Хорошо, детка, иди. Дай Бог тебе здоровья. Вчера вечером у нас гость был. Маленький мальчик. Он тоже сирота по матери. Говорит, плохой сон видел. Должен подняться, проведать. Он сбежал из интерната, его отец подобрал. У нас каурма была. И мы его угостили. Он стеснялся кушать. А я опозорилась. Распала утром. Отец и этот мальчик уже проснулись и завтракали. Он весь день был у нас. Починил нам замок. А потом отец снова увез его. Пусть все будут живы и здоровы. Пусть все будут живы и здоровы. А здесь нету. Что, кошечка проголодалась? Сейчас я тебе молока налью. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я храбрая женщина. И ничего не должна бояться ни днем, ни ночью. Я должна состариться такой смелой, как бабушка Марта. Бабушка Марта убирает. Бери лекарства, все, какие есть, и пошли. Какие лекарства? Не знаю. Бери все по-третьму. А там женщины разберутся. Давай. И это тоже бери. Все бери. Пойдем вместе со мной. Останешься у нас. У нас нет ни врача, ни медсестры. Врачи вроде вчера приходили. А когда нам надо, тогда их нет. Пойдем. Куда? Так к черту. К черту. К черту. Шакал, лиса, волк, уходите отсюда. Шакал, лиса, волк, уходите отсюда. На неё посмотрите. Ты чего в темноте сидишь? Так она не зря ходит к старухе Рейнаули. У неё, наверное, и хвост длинный споросячий. Спи. Марта подарила, нравится? Нравится. Пойду я. Осталось бы, курочку зарезали бы. Какую курицу? Красную. Не хочу красную, зарежьте чёрную. А хотя бы и чёрную. Чёрную ночью не найдёте, завтра приду и при дневном свете зарежем. Хорошо. До свидания. Может мне зайти к бабушке, Марте? А чего тебе заходить? Ей уже лучше. Сердце остановилось и снова забилось. Её сын разозлил? Ничего не говорит. Папа, папа. Встань, ляг в постель. Оставь меня. Зачем выпил? Тебе ведь сказали не пить. Я был среди таких хороших людей, хороших стариков. Я немного выпил. С ними всё было в порядке? Да. Всё в порядке. Здоровые старики были. Марта умирала, сердце остановилось. Почему? Не знаю, Этери спасла её. Да, Этери самая спокойная. Ничего не нравится. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!